Добрый вечер. Если государство социальное, то оно, как правило, знает проблемы людей и пытается как-то найти варианты их решения. Наше государство, оно знает проблемы, но обычно старается на них заработать. Если проблемы нет, то проблема будет создана. Если не получается заработать, тогда будет введен запрет и карательные санкции. Разница, на мой взгляд, происходит от изначального отношения к человеку. У нас человек воспринимается государством в основном как солдат, обязанный соблюдать приказ, соответствовать уставу, появляться на глаза начальства только по вызову. Вот метаморфоза очень заметная произошла именно на примере защитника водителей, товарища Лысакова. Лысакова я еще застал, когда он умело казался очень приличным человеком. А потом он вступил в Государственную Думу и получил вот этот государственный подход. Потому что когда он боролся за наши с вами права, он предлагал какие-то очень здравые вещи, он пытался помочь автомобилистам, а потом он стал олицетворять собой заботу государства. Но выяснилось, что забота-то не о людях, а о кошельке. Именно поэтому он брызгал такой слюной и ненавистью, когда предлагал конфискацию транспортных средств или арест транспортных средств на полгода. В том случае, если водитель заклеил номер или тем более снял номер с тем, чтобы не попасться под паркон. Вот это как раз и говорит о том, как происходит трансформация человека. Потому что мы сами со своими проблемами здесь живем и иногда предлагаем какие-то варианты решения. А наверху на нас смотрят с позиции именно государства. То есть мы представляемся таким очень серьезным стадом, который в основном только гадит, пьет водку, ворует и абсолютно не единеспособна. Поэтому нам нужен человек с плеткой, если можно еще и с наручниками, который нас обязательно заставит устав соблюдать. И поскольку у нас все-таки версия феодализма такого постмогольского периода, как раз вчера на примере кубанского феодализма я кубанского княжества рассматривал этот вопрос, там было очень много примечательных эпизодов, связанных с тем, как дослужившемуся до лично невероятно высокого уровня признания Ордой местный князь получает право на собственное законодательство. Так вот, раздача ярлыков из главной ставки из Орды, она происходит не обязательно по территориальному признаку. То есть не всегда князю на земле, иногда еще и каким-то аффилированным лицам. Поэтому у нас регулярно возникают те или иные инициаторы, предлагающие от лица государства фантастические решения самых удивительных проблем. И естественно, они все идут по принципу «ну вы сволочи, ну мы вам гадом». И здесь, так или иначе, вот если посмотреть даже не в лоб, а сбоку зайти, обязательно будет либо шелестеть бумажка, либо звенеть монетка. Деньги, так или иначе, финансовый поток обязательно будет заметен. Помните, как разворачивался сценарий по железным дорогам? У нас владелец главного шубохранилища страны сказал, что поскольку это действительно опасно, и переехать железную дорогу в нашей стране практически невозможно без потерь или с риском для жизни, давайте построим эстакады. Железная дорога — это отдельное акционерное общество, которое совершенно неожиданно вдруг выступило инициатором инвестирования в строительство эстакад. То есть у них настолько много лишних денег, по растущим постоянным тарифам это незаметно. А вот оказывается, все-таки деньги есть, и давайте мы построим эстакады и сделаем в свою пользу платный проезд. То есть те, у кого есть деньги, то есть по имущественному признаку, вот местный владелец ярлыка, не географически привязанный, то есть не тот, кому подарена Кубань к ногам или подарена какая-нибудь другая территория, а тот, кто у нас по железным дорогам и по шубам специализируется. Кстати, еще бьет челом и один из самых ярых православных в нашей стране, душу надо спасать, он предложил решение для людей, у кого есть деньги, тем не заплатят, и того я пущу по безопасной эстакаде. А те, у кого денег нет, ну так уж и быть, там либо три часа сапсан подождут, либо может быть сунуться под шлагбаум, и вы помните, как раз в Щербинке был эпизод трагический, когда шлагбаум подняли, и электричка сбила машину, и человек боролся за жизнь, и мы до сих пор не знаем, чем все это закончилось. Стрелочник оказался виноват. А вот теперь следующая страница, когда опять-таки от лица государства выступает структура, о существовании которой я, например, еще не знал буквально вчера, но сразу стало понятно, что у этих ребят с ярлыком тоже все в порядке. Они имеют право выдвигать совершенно фантастические инициативы. И, естественно, обязательно они предусматривают в одностороннем порядке раскошеливание граждан в пользу именно этой структуры. Она называется Центральная пригородная пассажирская компания, и она предложила на станции электрички по Московской области и далее сделать платные парковки. Вот когда областью руководил генерал Шойгу, генерал армии, он говорил, что парковки это очень здорово, только они должны быть бесплатными. Потому что не все люди стремятся в Москву приехать именно за рулем своей машины. Многие из родной деревни едут до ближайшей станции электрички, бросают на весь день машину, спокойно едут в Москву, работают, возвращаются и так далее. На сегодняшний день есть и бесплатные парковки, есть платные парковки. Но вдруг откуда ни возьмись. Вот так вот на вершине горы возникает представительство бизнес-структуры под названием Центральная пригородная пассажирская компания, которая говорит, значит так, давайте-ка мы сделаем парковки везде и только платные. Ну и во благо людей установим единый тариф. Да, кстати, мы проведем опрос, наверное так, 30 рублей в час, ну или 120 рублей в сутки. Внимание, вопрос. Ребята, а вы кто? Вот вы с какой стати вдруг начинаете, будучи структурой, занимающейся эксплуатацией подвижного состава и оказанием транспортной услуги в рамках железной дороги, диктовать, кому и сколько собирать, и какие варианты оброка вводить? Это с чего вдруг? В свое время, когда эту компанию в 2005 году только затевали, один из соучредителей, самый весомый имевший контрольный пакет, был РЖД. Потом РЖД свой пакет продала, и на сегодняшний день вот эта Центральная пригородная пассажирская компания, ну да, это бизнес, причем они не являются монополистом, потому что на московской и подмосковной земле прозитируют там 3-4 разных компаний, смотря откуда, как считать. И вдруг одна из них выясняет, что пора бы собирать с людей деньги, и даже рассказывает, как это нужно делать. Это с какого переляку? А это с такого, что, видимо, когда учредитель ставил на своих местах подписи, он передал еще бациллу монополизма этим ребятам, потому что они почувствовали себя лицетворением государства, и уж точно совершенно владельцами того самого ярлыка, который позволяет им придумывать новый оброк, только теперь уже за пределами Москвы. Но если в Москве Лексутову и департаменту транспорта позволено вот просто так выйти и сказать, значит так, а вот это теперь будет платным. В области там немножко сложнее, там еще бывают поля, реки, леса, и так уж, чтобы со всех как-то собрать деньги сложно, но строить-то ничего не надо, заводы не надо, фабрики не надо, дороги не надо. Они так или иначе куда-то соберутся, эти люди, естественно, на машинах, потому что это единственная категория людей, у кого есть деньги. И тут-то мы их раз и тарифом по 30 рублей за час, либо по 120 за какое-то количество времени хранения. И опрос проведем. Причем, как всегда, подлый. В этом опросе же нет вопроса, а вы за или против платной парковки? Там о мерах по дальнейшему улучшению. Вы за 30 рублей или за 28? Ай, какие вы хорошие. У меня возникает вопрос, а кто вам дал право? А с какой стати? А вы откуда взялись? А на каком основании? Но понятно, дальше понятно. Наше несоциальное государство, для того, чтобы решить этот вопрос, сделает то же самое, как и в Москве. Поставит полицейского, шлагбаум, разметку, знаки, эвакуаторы. И отряды карателей будут стимулировать в людях всенародное одобрение, желание жить по уставу, ходить в строю, и так вот централизованно сдавать деньги в те руки, которые, наконец-то, растопырились и раскошелились. Вопрос этот будет решен. То есть, есть лица, способные решать вопросы. Только эти лица забывают, что на самом деле они никто, и звать их никак. Либо мы чего-то не понимаем в устройстве нашего глубоко социального государства. Мы не очень понимаем, как устроена наша орда, ставка орды, и раздача ярлыков аффилированным лицам, которые вдруг почему-то решают на полном серьезе подобные вопросы. Они приходят и говорят, а давайте мы вам расскажем, как правильно. У нас есть какая-то часть земли, которая входит в полосы отчуждения железной дороги, но из этого следует, что в таком случае мы должны строить платные парковки прямо вдоль железнодорожного полотна, как продолжение платформы. Здесь речь идет о том, что по всему Подмосковье разбросаны по-разному парковки. Нет, давайте будем, давайте сделаем. И обратите внимание, какая разница между весомостью генералов. Когда Сергей Шойгу был, он сказал, а давайте-ка мы это сделаем бесплатно, и все, и никто не рыпался. Теперь Воробьев сидит, крылышки сложил и даже не отсвечивает. То есть оказывается, на полном серьезе кто-то вправе подмосковную землю делить от имени РЖД, великой и могучей, которая в этой стране играет такую весомую роль, что в том числе назначает тарифы на подмосковную и не только подмосковную землю по хранению автомобилей, к которым не имеет ни малейшего отношения. Вот правовая сторона этого вопроса, понятно, что решена она не будет никогда. Но кубанский пример феодальный показывает, что если надо, то будет сделано так, как надо. А мы, естественно, пойдем и заплатим, потому что мы только для этого. Перерыв на новости. Наш лось замер на 9 баллах, город стоит, лось стоит. При этом духу на высший балл, то есть на отметку в 10, не хватает даже у столь мужественного и решительного животного. Мейл.ру 10 баллов, движения нет. 65, 10, 9, 9, 6. Магомед, что у вас в Ловне с платными парковками? Добрый вечер, Сергей. С платными парковками, как всегда, на станции платная парковка и в некоторых районах платные парковки. И почем на станции? Сколько стоит? На сутки стоит где-то в районе 250 рублей. И учитывая, что желающих там оставлять нету, а я имею как раз в жизни и счастье рядом со станцией. Все, кто приезжает из-за дальних районов в Ловне, машины оставляют из-за крышленности у нас во дворах. Ну, еще бы. Для того и двор. Да. А потом, как ты выпущила компания, я думаю, на самом деле, там, скорее всего, железнодорожники продали номинально с пакета свой, чтобы на них меньше висело. Точно такая же история, как и с дворстроями. Нет, ну, конечно. Кто бы сомневался, речь же не идет о том, что всерьез взяли и кто-то у кого-то что-то купил. Хотя там пара интересных имен все-таки мелькнула в списке собственников. Я довольно сегодня скрупулезно разбирался с тем, кто кому чего и сколько пакетов. Но так или иначе, получается все равно, что это частный бизнес, который вдруг олицетворяет собой государство и говорит, а мне, пожалуйста, вот заверните вон ту курочку пожирнее. С какой стати? А я так хочу. А да, пожалуйста, конечно, не проблема. Все проблемы у нас в системе в одном. То же самое, что и с дворстроями, с платными дорогами и всем прочим. А все это дело принадлежит людям аффилированным, которые находятся у власти, просто через подставных лиц. Соответственно, они с этого стригут деньги. И хоть ты тресняк, хоть 25 раза это будет не по закону, ни один сотрудник ни одного силового ведомства, ни прокуратуры не шевельнет ни рукой, ничем. Единственное, кто, грубо говоря, не всегда вставал во сторону, кого надо, это были арбитражные суды, которые сейчас мало того, что их распускают. У них даже архивы уничтожаются, чтобы, не дай бог, не всплыла. Да, да, потому что в арбитражных судах, это, пожалуй, была последняя инстанция, где у нас существовало какое-то все-таки небольшое право применения в соответствии с законом, и там был относительный порядок. И теперь уже, да, все арбитражные... У меня супруга там работает. Ну, знаете, относительно вашей супруги, и тоже иногда приходится смотреть за тем, что там происходит, там довольно непривычные проценты дел не в пользу тех, кто платит деньги. Если обычно по стране это 0,5%, а здесь, знаете, иногда бывает там все-таки что-то более весомое, и это недопустимо. Именно поэтому, да, арбитраж, чтобы не было никакого антагонизма. Вот его специально закрывают, чтобы, не дай бог, не всплыло, что, грубо говоря, мягко скажем, деньги-то, которые мы, там, за те же левые паркошки, которых не должно быть, за те же дороги платные, которые никогда не строились платными, а вдруг неожиданно стали платными. Росавтодор единственная контора, которая не построит ни одного метра дороги, заполучила километры платных дорог, и единолично с этого стрижет деньги. Ну, сейчас Автодору, кстати, потихонечку позволяют принимать участие в инвестициях, которые им дает очень специальный банк, и по закону Автодор будет выступать теперь не структурой, которая просто пришла и оккупировала землю, а она изначально рассмотрела инвестиционный проект, потом она инвестиции привлекла, и после этого она их осуществила. Ну, это очень весело звучит. Еще я подумал, решил, но не сделал. Да, наша автомобильная жизнь, она на самом деле в этом отношении нас не изумляет абсолютно. Мы подозревали, что платным будет все и всегда, но теперь это уже не то, чтобы в открытую декларируется. Это угадывается как основное направление. Ну, потому что, повторюсь, в 125-й раз, денег больше взять ниоткуда. Ни на казну, ни на воровство, ни на что. Ну, нету денег в стране. А у водителя они есть. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Евгений. Евгений пробил ваш час. Знаете, Сергей, хотел вас уточнить по поводу... Никогда не слышал, что вы о Hyundai X35 что-то говорили. Не могли бы вы сказать, что ваше мнение интересно очень? Хорошая машина, особенно если с дизелем, особенно если тот самый 2.0, который имеет максимальный предел форсировки, там, по-моему, 184 лошадиных силы. Вот с ним это шедевр. Равных нету, и самое главное, что подобная форсировка мотора оправдывает ценник. А когда это двушечка какая-нибудь, например, бензиновая на автомате, ну, замечательная легковая машина. Да, сел, да, поехал, постучал по деревянной торпеде клюшкой, послушал этот приятно резонирующий звук, понял, что в детстве на барабане было приблизительно что-то такое же, посмотрел средненькую комплектацию, насладился витиеватостью форм и поехал с ощущением, что все-таки Солярис иногда бывает полноприводным. Замечательная машина. Ценник совершенно непостижим, не понимаю за что. Я понял. Спасибо вам. Вы уже купили или еще нет? Да, купил, до этого ездил на Эландре, взял два, соответственно, на автомате, ну, такую самую простую комплектацию, то есть комбинированная кожа, там, климат, все дела. Ну, и хорошая, ну, и заводится, едет, замечательно. Да, фотоцилл, фотоцилл. Вам не предлагали заднюю камеру, камеру заднего вида, нет? Нет, а вы знаете, я ни разу не ездил, ни с парктрониками ни разу не было, ни камер не было, как-то привык так, поэтому. Я еще, как бы, любитель тонировок, поэтому мне, как бы, не особо это интересно. Тонировок? Да. То есть, ну, когда вы... Пока еще до сих пор езжу на тонировку. Когда вы затонировали машину, вам наоборот желательно иметь все-таки электронное подспорье, которое вместо вас что-то увидит выше? На тонированной машине, сдавая задом, пока в КамАЗ не упретесь, не догадайтесь, что это был КамАЗ. Слушайте, ну, фу-фу-фу, с 99-го года езжу, да, и пока вот что-то из-за тонировки... Нет, дай вам блогу, Евгений, знаете, у меня сосед, он говорит, так я 30 лет паленую водку пью, и еще нормально, и еще, да я 30 лет в подъезде валяюсь, да все отлично. Я боюсь, что 35 он не протянет. Что-то циррозное у него во взоре появилось. Поэтому, знаете, с 99-го года у вас алиби неубедительно, но просто у АХ-35, у него шедеврально совершенно сделана была камера заднего вида, на нее ее монитор в топовой комплектации, как раз вот с этим мотором 184, вывели в зеркало заднего вида. Поэтому не нужно шарить взором по всей машине, вы включаете, камера у него настроена четко под бампер, и если к вам какой-нибудь котенок или пресловутый ребенок из правил дорожного движения сунулся под колесо для того, чтобы вы его оставили без головы, вы увидите этот маневр. Тем более, вы пересели с машины, которая была ниже на машину, которая стала выше. У вас, так или иначе, зона просматриваемости, даже если вы по старинке, как нормальный профессиональный водитель, не по зеркалам, а корпусам, посмотрели, что там происходит, много не увидите просто из-за того, что линия окна высокая. Но, так или иначе, вы сделали свой выбор. У вас машина полноприводная? Нет, только передний привод. Евгений, вы купили самый блистательный Солярис, который только есть. Вот лучше, чем ваш Солярис? Нету. Дальше идет уже совершенно другая категория техники, а вы купили самый дорогой Солярис. Сколько вы за него заплатили? Слушайте, ну, скидка была там 70 тысяч рублей, где-то 975 тысяч, по-моему, отдал. 975 тысяч. Давно вы купили? То есть, он стоил там миллион 009 в этой комплектации, вот обмакает скидка там, и вот с какими-то еще доп.услугами такими незначительными, да, обошел за 975. Евгений, вы чрезвычайно мужественный человек. Вы так решительно взяли и практически миллион освоили. Приятно поговорить с респектабельным миллионером Евгением, который с 99-го года до в тонировке. Красота-то какая. Иван, здравствуйте. Алло. Добрый день. Здрасте, Иван. Говорите. Хотел бы вас по такой машинке проконсультироваться. Очень понравился. Вольсваген оборок. Проходил тест-драйв. Так. По дольски. Дали покататься по бездорожью. Осваивал грязь. Всякие склоны, спуски. Автоматы или как? Или ручка? Полный автомат. Полные комплекции дали покататься. Замечательная машина. Купите, не пожалеете. Здоровая, красивая. Пока колеса не отвалятся, будете наслаждаться. И причем у него даже есть некие имитаторы блокировок. Если вы зубастую резину ему поставите, он пролезет там, где не каждый макар стелятами. И будет удобно. По городу хорошо. За городом хорошо. Кузов большой. Причем сзади даже сидеть можно. То есть на лавке второго ряда. Там нормально. Там вполне комфортабельно. Не очень радикулитно, как это в какой-нибудь Mazda BT-50. И в этом отношении омарок молодец. У омарока у него самая главная загадка это ресурс. Вот все гадают на картах, проживет или не проживет. Сумеет или не сумеет. Потому что две турбины. Это очень серьезный напряг для двигателя. По коробке есть нюансы. Но в целом, вот он задуман настолько интересно, настолько правильно, что я бы рискнул. Тем более, гарантия. Два года. Наслаждение. Перерыв на новости. 9 баллов. Стоит город. Стоит лось. Стоит мейл.ру. Правда, у мейла при этом 10 баллов. Ольга. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Сергей. Ольга, а вот... А я к вам хорошо, удачно дозваниваюсь. Да. Я та Ольга, которой ваша аудитория справится и программа. Именно. Ольга, а вот если на мотив «Полюшка-Поля» спеть моим противным голосом «Олюшка, Оля» спел. О, прекрасно. Говори. Говори. Вы знаете, я даже еще хотела вот тоже Магомеду привет передать, потому что лоб в нем, знаю, не понаслышке, рядом там мы иногда прорываемся. Как он ездит. Пошмар. Там вообще не решена проблема с дорогами. Поэтому, Магомед, сочувствие вам. Она там усугублена, насколько это возможно. Там безумие, вы знаете. То есть строят дома, не понимая вообще, как народ будет... Не задумываясь о том, как будет выезжать. Это сочувствую всей лобнии. Там беда просто. Но, Ольга, обратите внимание, Магомед — это единственный, кто может на нашу радиостанцию дозвониться несколько раз в день. И именно в силу этого таланта он может из лобни доехать до Москвы. Да, да, да. Это говорит просто о том, насколько он уникален. А с точки зрения градостроителя, ведь это же наша проблема. Ведь это не градостроитель обязан создать инфраструктуру, проложить дороги, распланировать. Ведь у нас, например, есть такие удивительные люди, которые называются главный архитектор, в том числе и города. И, судя по тому, ну, как давно было сказано, если архитектура — это застывшая музыка, то то, что мы имеем, — это собачий вальс. И вот как это можно было все построить? Но это наша проблема. Это же мы тут живем. Это же наши машины мешаются нам самим. Поэтому власти абсолютно не пищут. Вы знаете, я хотела сказать, вот езжу по Дмитровке, ну, это просто на работу ежедневно туда-обратно. И вот вечером не видно, и вдруг при хорошем освещении замечаем, что в районе пересечения с каналом Москвы возник жилой комплекс. Его не было, вот он уже стоит. То есть то, что он выходит окнами на огромную транспортную такую развязку, ну, не развязку, но на шоссе. То есть то, что там дышать нечем, то, что там деревья загибаются. То, что рядом, вот кроме выезда на Дмитровку, там нереально попасть на работу, если человек в Москве работает. То есть никого не интересует, как и куда он будет выезжать. Главное — продать, и все, дальше уже думайте. Об этом и речь. Эти люди, все мы с вами, перед смертью должны купить квартиру. Конечно. А как уж дальше пойдет, неизвестно и неважно. А я хотела, знаете, еще как замечание сказать, ну, немножечко в вашей теме. Приехала девушка и рассказывает, в Италии была, не могла добраться от вокзала, все стоит, люди бастуют. Я говорю, а что им не нравится-то, что сейчас бастуют? Им не нравится все. Там макароны подорожали, еще что-то. В общем, масса тем для возмущения. Поставки почти каждый день. Вот в Барселоне тоже там народ ходит, они любят демонстрировать. Может быть, не бастовать, а демонстрировать. Демонстрируют протест, демонстрируют там солидарную поддержку. А у нас, посмотрите, а у нас с тем все нравится. А у нас водка дешевле. У нас макароны другой длины. У нас закуска есть. У вас тема за темой, вроде такие темы неприятные. А всем все нравится, вот так вот. То есть всех все устраивает. Долг патриота быть счастливым. Да, всем все нравится. В любой ситуации. Платим нравится, там обдирают, нравится. То есть уже без штанов скоро народ останется, а все равно нравится. А система образования, а что происходит с детскими садами и школами. А всем все нравится, понимаете, с ЕГЭ нравится. Вот так вот. Все, любые реформы, все нравится. Поэтому вот так вот. В какой стране и живем. Ольга, а чья хата где находится? Уточните. Вы знаете, у всех хаты с края. Я вот думаю, вывод такой. У всех. И причем края везде. Ну ладно, знаете, еще вот можно? Конечно. Маленький вопросик такой. Вы знаете, сын вырос такой толковый. В семье водителей таких, в общем-то, с руками, я думаю, с головой. И в 18 лет скоро бежит получать права. Ну, мы живем за городом, поэтому, в общем-то, это не баловство, а средство передвижения реальное. Вот. А вы не посоветуете, вот что для него рассматривать? Во-первых, ну, хотелось бы, конечно, вторичный рынок и недорого. Или, может быть, вообще какие-то советы будут? А, Ольга, а он... Он такой прям... Он права-то... Права получил уже? Он получит. И он получит своим путем. Я ему сказала, то есть денег не будет на то, чтобы покупать. Он реально будет получать их. Он будет заниматься, будет... Где? Он уже определился, где он будет заниматься? А у нас автошкола, вот, в районе метро-водный стадион, Адмирал Макарова, обычная школа. Я там сама получала в свое время права. А что, разве не стоит? Может, куда-то еще надо? Вот сейчас у нас идет уничтожение системы образования автомобильного. Она у нас была слабенькая, но она будет еще хуже и дороже. И пока этого не произошло, и мы учимся по старым методикам, Самый важный критерий – это количество тех часов, которые практического вождения любой курсант получит к моменту сдачи экзамена. У нас сейчас пытаются поднять до 150 часов теорию и сделать вместо 50 часов практики целых 52 по новой методике. А вот есть такая автошкола-кабриолет. У меня в автошколе учится всегда какое-то количество подопытных мальчиков и девочек, потому что регулярно возникают там то дети подросли, то мамы наконец-то избавились от проблем. Куда идите в кабриолет? В кабриолете очень интересная ситуация. У них девиз – мы учим не сдавать экзамен, мы учим водить машину так, чтобы было самим не страшно рядом. И у них всегда с первого раза приходишь, они говорят – ну, вы сколько часов будете кататься? Давайте уже сегодня начнем. Не завтра, не послезавтра. И практика – у них критерий истины. У них теорию читает гениальный совершенно человек, его зовут БГ, то, что он Борис Георгиевич, это неважно, потому что он в московском сообществе учителей зовется БГ. Вот на теорию нужно идти к БГ, а практике должно быть не меньше 100 часов. Хотя это не дешево, но не меньше 100 часов практики. И кабриолет чем хорош? Он вас готовит, потом он отдает вам документы, и с их подготовкой вы приходите по месту проживания в своем ГАИ, там сдаете уже экзамены. Но, когда, например, одна моя блистательная дама пришла в кабриолет зимой учиться на заднеприводных «Жигулях» тогда еще, и преподаватель Миша вдруг увидел, что у нее есть искра божьего таланта, и он начал ее учить управляемому заносу и научил, то на экзамене, знаете, она выглядела так, что даже если бы ее хотели утопить, ну, не получилось бы. Вот разговор о том, что «ну ты мне дай взятку, и тогда, может быть», нет, пришел человек, реально подготовленный, умеющий водить машину. И это все-таки очень немаловажно, потому что именно на этом вы экономите деньги, на качестве полученных знаний. У них, причем, нет никакой рекламы у этого кабриолета, они просто вот в интернете набирают кабриолет, и у них несколько площадок, но учиться надо, пусть даже в неудобном для себя месте, но только там, где теорию читает великий БГ. Потому что БГ – это талант, и он объяснит не почему знак висит, а он объяснит вашему сыну схему, из которой следует, как под этим знаком водитель должен распорядиться транспортным средством, куда ехать. Понимание дорожной ситуации – это важно. А дальше ваш ребенок оказывается на вторичном рынке, и варианта два. Первый. Конечно, можно взять бюджетную иномарку. Раз. То есть нашу машину не брать ни в коем случае. Стать автослесарем можно и на примере любой другой. И можно пойти по пути взять машину недорогую, которая недорогая потому, что она немодная. Ну, условно говоря, есть какие-то фирмы, которым традиционно не доверяют, и на вторичном рынке они никому не нужны. Например, Ситроэн и Рено, кроме Логана, вот например, Рено Лагуна, она никому не нужна в принципе. И она может стоить там на процентов 15-20-30 дешевле, чем в среднем по рынку. Или какой-нибудь Ситроэн. Этот Ситроэн отбегал под хорошей, приятной девочкой, потом она его скинула на вторичный рынок, а на вторичном рынке он никому не нужен в принципе. Но искать нужно не по вторичному рынку абстрактному, а по трейдину и обязательно снятной биографии. Как только начинают рассказывать вам сказки, что здесь копия ПТС, либо сервисная книжка утрачена, вы нам, поверьте, мамой клянусь, что все нормально. Начинается темнилого. Темнилого не нужно. А принципиально, чтобы эта механика была для начала? Принципиально, потому что в нашей стране есть ряд очень интересных машин, которые никогда не будут на автомате. Например, УАЗик. Представьте себе, ваш сын оказался в тайге на охоте, и вот УАЗик, и на нем можно уехать. А он только на автомате. Московский городской мальчик. Не надо. А грузовики? Очень много интересной техники. Вот со временем у него будет устойчивый навык сейчас уже на механике. Через 2, 3, 4, 5 лет он, например, пойдет, получит себе категорию С. Ну да. Пригодится, не пригодится. Можно, кстати, сейчас. А сейчас вот это действительно вводит в увеличение категорий? То есть отдельно будет автомат, отдельно ручка и так далее? Они уже который год нас запугивают этим, рано или поздно введут, потому что это же деньги. Представьте себе, это несколько разных финансовых потоков. Одни пошли учиться туда, потом сюда, а потом пошли переучиваться. Но все-таки у мальчика, у него должен быть навык механики, потому что много специфической техники, трехпедальная и с рычагом. И с этим ничего не поделаешь. И мальчик, это не девочка, которая заплакала, сломала ноготь и сказала, ой, мама, мальчик имеет полное право преодолеть эту трудность. А так вот не посоветуете по практике? А какая самая такая у молодежи, пользующая просто машина из простых? Я не помню, я начинала с Ford Fiesta, ну, наверное, Ford Focus или какие-то, Opel, может быть, такие, скажем. По маркам бесполезно искать, потому что самая хорошая понтовая машина, дешевая, неприметная и очень нравящаяся молодежи, это Mercedes или BMW. Любого года. Прекрасный выбор. Замечательно, мальчик на BMW, мальчик на Mercedes. А чуть попроще. Даже айфончик ему не нужен, потому что девочка уже улыбнулась. Ну да. Не заморачивайтесь на марку, потому что пусть он сначала получит права, потом начнет мониторить рынок, и спектр будет безграничный. Там будет интересная машина из-за цены, тут интересная машина из-за статуса, там интересная машина из-за логотипа. И вот сейчас сказать, Ford, наверное, хороши, давайте мы искать будем Ford, и в результате уговорить себя на Ford, а он будет не самый лучший, не самый интересный, это неправильно. Тем более, мальчик пусть пойдет, понашибает себе на лоб некоторое количество украшений. Понятно. И тогда у него может быть, знаете ли как, постижение истины, это когда тебя не подстраховали, а когда сам. А тем более, когда нужно выбраться через Дмитровку, да еще до Москвы, а по недосмотру, либо незнанию, либо потому что сам себя уговорил, либо модное купил. Короче говоря, как собачка сидишь на печке в кедах, потому что кот Матроскин говорил, валенки надо брать. И отец Федор говорил, валенки надо брать. А кеды зато моднее, красивее. Ты вот так и сиди. И вот из всего этого, у 18-летнего мальчика, у него не только опыт управления, но и опыт эксплуатации. Это полезнее. Поэтому идите вот по этому пути. И не надо его постоянно страховать. Пусть сам мониторит рынок, после того, как получит права. И пусть сразу готовится к тому, что за категорией Б, он через, например, год пойдет на категорию С. Потому что рано или поздно, в какой-то момент, знаете, в промежутках между сессиями, он будет, например, развозить на грузовике овощи из совхоза Московский. И будет иметь определенный доход. Если не пойдет массажистом, или, например, ремонт велосипедов. Потому что, знаете, ну еще ни одному дворнику не мешал диплом о высшем образовании в нашей-то стране. Ну, вы знаете, мы с ним даже провернули такую уже начальную школу обучения, то есть когда у него возникла мечта иметь мопед, ну там разрешенным объемом двигателя, мы его купили, но до этого заставили выучить, ну пройти курс теории в той же автошколе. Вот это было абсолютно правильно. Новости. В почте трепещет Вадим, отягощенный ответственностью за друга. Друг хочет купить Peugeot 408, 1.6 Turbo, 150 л.с., автоматическая коробка. Что скажете? За эти же деньги можно взять практически с этим же самым мотором, с такими же характеристиками, и, в общем-то, более андатристую шапку, 508 машину. Сама 408, она очень хороша для людей крупных. Здоровый салон, там большая высота. Если ваш друг весит полтора центня раз гектара, тогда в 408 он будет очень хорошо смотреться. В принципе, эти же деньги можно потратить на массу другой техники, но в защиту 408 у него очень хорошая коробка передач. Настоящее японское качество. Шестиступенчатый i-Syn. Олег хочет купить себе Suzuki Grand Vitara, при этом 2.4 автомат, и понимает, что машина, в общем-то, конечно, устарела, но дальше он делает одно очень верное замечание. Вроде бы, она еще сделана инженерами, а не маркетологами. Да, вот именно об этом и речь, Олег. Поэтому можете смело брать. Машина действительно устарела. Четырехступенчатый автомат не является, конечно, самым совершенным на свете, но это реально очень полезная по хозяйству машинка. Самое главное, в раздатке у нее есть та самая святая штука. Называется понижайка. 6510996. Ну, как вы догадались, лось по-прежнему стоит. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Игорь. У меня такой вопрос. Я вот слышал и от вас тоже в ваших передачах, что двигатели DFS не самые, как бы, надежные, так сказать. Да, вот. В частности, на Ку-5 двухлитровые. А если сравнить с мерседесовским, они, в принципе, по мощности и объему аналогичные. Вот сейчас появляются кроссоверы GLK 250. Вы про его двигатель что-то можете сказать? Вот это сопоставление, оно на самом деле, мягко говоря, надуманное, потому что вы сравниваете утюг с пылесосом. Они и то, и другое втыкаются в розетку, и то, и другое белое пластмассовое, но при этом разное по сути. И, естественно, технологический подход и конструкторский, инженерная мысль, которая плещется в мозгах людей, работающих на Ауди, незапоставима с мерседесом. И у ТФСИшных моторов у них была проблема масложора, потому что очень современный мотор. Прямо такое разрежение было в коллекторе, так мощно у них все крутилось и вертелось, что масло прямо неизвестно куда девалось. Но под прошлый Новый год случилось чудо, и родился новый мотор в старой упаковке, и теперь уже 2.0 ТФСИ-овские моторы и на Ку-5, и на любой другой, даже без буквы Ку, живут нормально. А ГЛК-250, это вообще другой мотор, вообще из другой оперы, но нормальный ГЛК начинается с 3 литров. Причем неважно, бензиновых или дизельных. И тогда он получается уже очень удобным пылесосом. Им уже можно и в комнате, уже можно и на кухню, и даже осмелиться в коридор. И немножко лечебные клетки взять. А так, ну, все-таки у ГЛК, при всех его плюсах, у него геометрическая проходимость. То есть вы помните, какой у него дорожный просвет? Ну, он миллиметров 200. Ну, там даже чуть-чуть меньше, плюс еще все-таки, все-таки, все-таки немецкий подход. Хотя имитаторы блокировок у него очень грамотно настроены. Как только вы заберетесь куда-нибудь на дальнюю рыбалку, или хотя бы просто на ближнюю дачу товарищу Сталину, поможет, выкрутится, вылезет. Но энерговооруженность здесь сыграет основную роль. На маленьком моторе он скажет буль и почувствует себя скромным немецким танком на подступах к Москве. На большом моторе будет хорошим помощником по хозяйству. Ну, понятно. А если все-таки что-то двухлитровый рассматривать, вы бы какое предпочли, дизель или бензин? Ну, так, вопрос надежности. Нет, вопрос надежности и дизеля — это два разных вопроса, потому что любая немецкая машина на сегодняшний день делается изначально дизельной, а потом для нас, для папуасов, кто не умел делать солярку, придумывают уже бензиновую версию, потому что у нас все-таки, как сказал товарищ Путин, недра принадлежат народу. А народ у нас какой-то, видимо, обезьяний, потому что мы своими недрами не можем добиться никак нормального по качеству топлива, ни бензина, ни солярки. Но надежность — это вообще абстракция, которая зависит на 95% от водителя и на 5% от того сервисмена, который вам сломает машину в дилерском центре. Когда вы попадетесь, не дай бог, к нему на ТО. Надежность — это маркетинговая уловка. Машина одноразовая. Вот одноразовые бритвы есть, одноразовые зажигалки есть, одноразовые машины — да, вот они теперь все одноразовые. Просто некоторые люди покупают одноразовую машину за 500 тысяч, некоторые за 5 миллионов. И та, и другая — одноразовая. Надежность бритвенного одноразового станка вы как измеряете? Три раза поближе — хватит. Да. В общем, вы считаете, что, конечно, идеальный вариант 3 литра, но он у них расход другой, цена другая, конечно, там уже. У дизеля все нормально с расходом, хотя, конечно, расход расходу рознь. Мы все разные, крылья у нас разной длины, поэтому, соответственно, летаем мы с разной скоростью. Владимир. Алло. Добрый вечер, Сергей. Наконец-то вы дозвонились, Владимир. Да, наконец-то я дождался. Говорите. Хочу, конечно, согласиться в первую очередь с Ольгой, потому что все эти разговоры, у нас народу все нравится. Это самое главное. А если надо проголосовать, так с удовольствием еще аплодировать будут. Да, да, да. У нас всенародный избранный мэр, который всем нравится, и все, что он делает, всем народу нравится. Замечательный мэр. Да, да, да. Всенародный избранный. Да? Вы встречали хоть одного человека, который за него проголосовал? Нет. Я тоже. Нет. Из этого следует, Владимир, что мы с вами не народ. Да, мы не народ. Сергей, а у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, такую ситуацию. А у нас с нашим таким вот оброком в виде ОСАГО всегда будет виноват человек, который не виноват в ДТП? Он всегда будет попадать на деньги? Или у нас есть какая-то возможность с этим бороться? У нас это оброк. А вы с оброка какую пользу хотели? Вот. Нет. Вот все понятно. С оброка пользы никакой. То есть у нас всегда будет виноват человек, который ехал по правилам, ничего не нарушал, и вдруг получил удар в задницу, грубо говоря. И он будет расплачиваться, потому что ему будет фига с маслом, иногда без масла. Косвенные налоги, а ОСАГО, он имеет совершенно четко налоговую природу, и он признан косвенным налогом, придумано не для того, чтобы вы имели возможность хоть как-то покрыть ущерб, а для того, чтобы определенная группа лиц имела определенный слой масла на куске белого хлеба. Это я все прекрасно понимаю. То есть даже и с виновником ДТП, судиться и все прочее, денег с него получить, получается тоже нереально. Нет, можно. Это зависит уже от адвокатов. Есть специальные адвокаты, собственно, почему сейчас страховые компании пытаются пролоббировать закон, не позволяющий переуступать долги, потому что иногда приходит фирма и говорит, давайте мы займемся этим. Но так или иначе, вы можете быть активным лицом, то есть истцом, вам не обязательно кому-то переуступать свою проблему, вы можете оставаться истцом, и возмещение ущерба идет по гражданскому кодексу, по статье 1064, потому что 1064 статья, она в принципе не рассматривает причину причинения вреда. Есть факт, ущерба должен покрыть. Не важно кто, не важно кому. Перебью, Сергей, одну секунду. А если у человека, скажем так, вот расширенная ОСАГа, грубо говоря, на миллион. Вот я застраховался, я доплатил отдельную сумму, я застраховал себя на миллион. Какие ко мне могут быть претензии? Если у меня сумма денег по страховке, у меня хватает на возмещение ущерба. То есть если там ремонт, обходится, грубо говоря, 200 тысяч, страховая выплачивает там порядка 70, то, как они посчитали. Вот на остаток я могу предъявить иск виновнику ДТП, а он мне говорит, что, простите, а у меня страховка до миллиона, у меня денег на страховке хватает. Какие ко мне претензии? Претензии к страховой? Или нет? Тем не менее, у вас страховая идет солидарным ответчиком. Вы иск подаете по факту ущерба, вы восстанавливаете свою машину за свой счет, потом выставляете им этот счет, и их обоих солидарными ответчиками нагибаете, либо ваш квалифицированный юрист уже в данном случае вступает в тяжбу со страховой компанией, именно потому что... А почему же в таком случае расширенная ОСАГО не сработала, если у вашего клиента был миллион покрытия, а вы выплатили 70 вместо 200? Но это уже, опять-таки, не ваша должна быть проблема, не ваша главная боль. Я понимаю. Я просто сам с этим столкнулся, то они считают... Износ машины, то есть 3,5 года у меня была машина, они мне считают 85% износа деталей. Какие хорошие. Да. Это какая такая страховая компания? Росгос Ужас? Нет, нет, Резо. О! Резо. Да, Резо гарантия, да, есть такая. Да, да, да. Мне вот въехали в машину, задний бампер, красивый такой, хороший был, симпатичный, и мне вместо 35 тысяч насчитали порядка 11, и сказали, что у вас 85% износа в машине, и все. Поскольку фактически ущерб, я надеюсь, документально подтвержденный, он выше, вы имеете полное право, потребует возмещения, но без хорошего адвоката в данной обитре не выбирается. Ну вот я просто говорю, что это адвокат, все равно деньги, время, и судится все равно со страховой компанией. Да, но проигравшая сторона оплачивает адвоката. Вот, ну это я понимаю, что признаю, но это еще, потому что адвокаты, я думаю, что у страховой компании они на этом тоже самое. Не зря они лоббируют все эти законы и все это прочее, что у нас до сих пор это что, как в виде оброка, а не задумано в виде блага для людей, как и все остальное у нас. Ну, Владимир, мы же с вами не согласны, мы же поспорить гораздо. Ну, это да. Если хотите, я вам дам телефончик Антона Нездведского, найдите меня на фейсбуке. А Антон, ну, очень грамотный в этом отношении специалист. Он один из лучших. Это у меня просто у приятеля была ситуация, ему такая маленькая машинка в виде Хаммера второго. Угу. Все, до завтра. Игра. Продолжение следует...